Резкое ухудшение ситуации в стране, выражающейся в росте цен, в падении, обвальном может быть, падении уровня жизни, качества жизни, исчезновения привычных товаров и услуг, все-таки может вызвать какие-то социальные протесты. Или нет? Потому что в некоторых странах же экономика деградировала весьма медленно, постепенно, пошагово, а если это происходит, обвально. Ну я бы воздержался от слов, что в России исчезли какие-то привычные товары повседневного спроса. Да, год назад. Кроме автомобилей, которые перестали собирать и продавать. В большом количестве. Ну, перестали автомобили, нет, они есть, они есть, но они пропали. Они стоят очень дорого, да, вот там все европейские, американские автомобили, они в автосалонах стоят, просто они стоят, запредельно дорого, и люди воздерживаются покупать, но в этом и есть, так сказать, бизнес автодилеров. Они должны делать вид, что у них все хорошо, им автомобили новые в продаже всегда есть, а сколько они стоят, это уже никого не волнует. Можно говорить о том, что отсутствуют, так сказать, легально напрямую импортированные айфоны или там Самсунги или еще что-то, да, но есть завезенные серыми способами работы, еще немножечко с косяками, с какими-то функциями не работают. Но вот сказать, что в России исчезли какие-то классы товаров, ну, я бы все-таки сейчас на такие фразы не бросался. Да, в целом российское население стало покупать на 20% меньше непродовольственных товаров. Ну, то есть это, в принципе, это очень много. Да, но сказать, что это вот российское население из-за этого так вот страдает, что готово восстать против Путина, ну, я бы все-таки на эту тему воздержался. Потому что опять, если мы будем смотреть, да, то есть вот продажа автомобилей, это же есть там непродовольственные товары, да, и то, что там их продажи упали на 60%, вы читаете из общего товарооборота и понимаете, что да, вот там, не знаю, там, условно говоря, половина, наверное, падения, это как раз прекращение продаж автомобилей. Она затагивает, там, очень, там, верхний слой российских граждан, да, то есть если вам вот кровь из носу нужен новый автомобиль, то, да, наверное, вы сильно, там, ваше качество жизни ухудшилось. А если вы купили автомобиль 4 года назад, и в этом году вы его, там, 5 лет назад, и в этом году вы его не поменяли, ну, да, конечно, не очень приятно, но, вообще-то говоря, ваше качество жизни не сильно ухудшилось. Поэтому я бы вот, честно говоря, не рассчитывал, ну, и не давал таких оценок, что, знаете, а вот сейчас холодильник неизбежно победит телевизор. Мы видим, что происходит там в Венесуэле, где экономика упала больше, чем в два раза, где инфляция какая-то запредельная, ну, не побеждает холодильник телевизор, нет такого. Все-таки власть телевизора над мозгами, она гораздо сильнее, чем власть холодильника. Ну, а как санкции действуют? Или надежды на то, что они будут существенно осложнять жизнь Владимиру Путину, его способность вести войну против Украины оказались слишком преувеличенными? Евгений, ну, мы же смотрели все сейчас недавно чемпионат мира по футболу, да, и вот в финале Франция сыграла прекрасно, отыгравшись со счета 0-2 на 2-2, потом со счета 2-3 на счет 3-3. А Келлиан Мбаппи вообще прекрасно там забил три гола. Он хорошо играл? Хорошо. Прекрасно. Ну, прекрасно играл, но результат Франция проиграла. Да, чемпионат мира выиграл кто-то другой, ну, конкретно Аргентина, с чем я ее могу поздравлять, тоже, в общем, заслужила победу, да. Поэтому, когда мы оцениваем влияние санкций, то всегда нужно понимать масштаб этих санкций. То есть он не был запредельно тяжелым. В моем понимании на самом начальном этапе, когда максимальный эффект могли оказать финансовые санкции, здесь, ну, в первую очередь, американские власти, они как осознанно или неосознанно оставили какие-то дырочки, да, которые вот этот механизм санкций позволили разрушить за счет того, что Центральный банк вел капитальные ограничения, ограничения по конвертируемости рубля. Вот, и, но, в принципе, опять, смотрите, я все время говорю, в 2014 году санкции, сильные санкции были введены в конце июля, в начале августа. В 2014 году, во второй половине года, ну, так совпало, резко падали цены на нефть, они падали примерно со 100 долларов за баррель до 35. И вот на этом фоне в декабре месяце, то есть практически через полгода в России состоялся финансовый кризис. Но опять, моя оценка, что роль падения цен на нефть оказалась гораздо сильнее. На этот раз Россия вторглась в Украину 24 февраля, уже через две недели, соответственно, рубль рухнул почти в два раза, инфляция разогналась до 10% в месяц, что в два раза, в два с половиной раза выше, чем это было в начале 2015 года. То есть вот первоначальный эффект финансовых санкций был колоссальный, то есть он был намного сильнее, чем в 2014 году. Но дальше мы упираемся в то, вот о чем мы говорили в начале, что российская экономика, она интегрирована в мировую на самом начальной фазе, то есть на фазе поставки сырья. И без российского сырья очень многие сектора глобальной экономики прожить не могут. Они не могут прожить без российской нефти, без российских цветных металлов, без российских удобрений и так далее. И поэтому вот те ограничения на экспортные потоки России, которые ввел Евросоюз, это черные металлы, это фанера, что у нас еще там, немножечко удобрения, уголь. Ну, они, конечно, затронули российскую экономику, но не так сильно. Но в целом, вот опять подводя итоги, на 2022 год российское министерство экономики планировало рост 3,5-4%. Будет падение минус 3%. Ну, вот вам и разница. Санкции работают? Да, работают. Сказать, что они разрушили российскую экономику? Да нет, конечно. Но я вообще не очень верю в то, что какие-либо санкции могут разрушить какую-либо экономику. Мы увидим, что творится в Северной Корее. Все равно же экономика, да, там люди живут плохо. Да, там зачастую бывает ГОК. Но, тем не менее, экономика не разрушена. Это огромный тезис, что экономика, она разная бывает. Что бывает экономика архаическая, что бывает экономика упадочная, но она все равно остается экономикой. На Кубе же тоже есть экономика, хотя там санкции сколько лет уже? Ну, да. Или в Иране? 60 лет. И при этом, при том, что там северокорейская экономика находится под жесточайшими санкциями, экономика действительно в плачевном состоянии, страна находит ресурсы за счет такого перераспределения для создания баллистических ракет и ядерного оружия. Ну, то есть, если диктатор увлечен своими маниями, фобиями, страхами, галлюциногенными идеями о том, что нужно противостоять всему миру, его невозможно остановить. Мы должны очень хорошо это понимать. То есть, на уровне экономических санкций этот процесс не останавливается. Это только можно остановить силой.